Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня мы продолжаем изучать линейку Hot от компании Infinix. На этот раз это Hot 30 с приставкой Play. Да, вы можете подумать, что это какой-то супер мега игровой заряженный смартфон. Что ж, сегодня будем проверять, смотреть на что же он действительно способен. Ну а тут же пометочка, это доступный девайс, потому что, опять же, пробежавшись по многим местным магазинам, обнаружил, что ценник его варьируется от 10 до 13 тысяч рублей, в зависимости от комплектации, модификации и тому подобное. У нас, кстати, версия на 16 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт накопителя, разумеется, 16 берутся 8 основной физической, плюс 8 получается у нас буста, расширение. Ну и, ребятки, как я говорил уже неоднократно, берите там, где дешевле, где вам лично удобнее, потому что, опять же, цены в магазинах постоянно скачут, меняются, я всегда руководствуюсь тем, что где дешевле, там и беру. Плюс ко всему, опять же, как я уже говорил, покупал там уже большое количество девайсов и планшеты, и смартфоны и так далее, мои постоянные зрители не дадут мне соврать. Быть может, опять же, кому-то это окажется полезным. Итак, у нас, повторюсь, машинка Infinix Hot 30 Play, есть, кстати, NFC, быстрая зарядка на 18 ватт, конечно, не назвать ее прям какой-то супер-мега-быстрой зарядкой, но у нас тут другая фишка, это 6000 мАч. Обычно сейчас 5000 мАч, тут же такая-то более усиленная батарейка на 6000 мАч, но при этом не какой-то это фрик, обычный такой классический смартфончик. Хотя он такой довольно крупный, потому что экран тут на 6,82 дюйма HD+, разрешение 90 Гц, высокая герцовочка у нас присутствует, толщина 8,6 мм, что еще интересно, 16 мегапикселей основная камера, плюс, опять же, у нас еще должна быть неплохая фронталочка, что еще интересного. Да, в принципе, все, я вам уже это все детально рассказал. Ну, а что тут за железо, сейчас мы с вами будем, ребятки, разбираться, смотреть, тестировать и так далее. Кстати, немного забегая наперед, данным девайсом я уже немножечко попользовался, покрутил в руках и так далее. Не удержался, вы посмотрите, как он выглядит. Ну, приставка Play тут, по всей видимости, не зря, потому что у него есть даже некоторые нотки игрового дизайна, хотя, в принципе, не знаю, передаст ли это мне наша камера. Тут такие вот полосы, всякие геометрические переливы, переходы интересные, но, опять же, я не могу позиционировать его конкретно как супер-мега-игровой девайс. Это больше такая мультимедиа-машинка для потребления контента. Поэтому приставка Play, я бы не сказал, что намекает прямо на какую-то супер-мега-игровую производительность Play, то бишь, играть, смотреть, кинчики, социальные сети и тому подобное. Итак, ладно, давайте-ка сейчас посмотрим, что у нас тут есть еще интересного такого. Так, ну и давайте. Ребятки, у нас тут есть руководство пользователя, наклеечки, гарантийные талоны, скрепка для извлечения сим-лотка, конечно же, USB-C кабель, это USB-C на USB-A, то есть никаких вот таких доподобных микро-USB. Ну, опять же, вот этот вот блок, можно сказать, плюс-минус быстрой 18-ваттной зарядки. Почему плюс-минус? Ну, минималка у нас сейчас 10-18, так вот минималка со знаком плюс, плюс у нас 6000 мАч, в любом случае смартфончик будет заряжаться не менее, я думаю, двух часов, что-то около того, может быть, даже чуть побольше. Но в большинстве случаев что? В 99% мы ставим смартфон на подзарядку ночью, то есть покатали на весь день актива, его точно хватает, уже его тоже погонял. Ну, в принципе, действительно достойная автономность у девайса, ну, а по привычке просто кидал его на ночь на зарядку и даже не заморачивался. Так, что еще? Да все, в принципе, вот так выглядит комплект от нашего сегодняшнего героя, может быть, что-то потерял сейчас в процессе эксплуатации, потому что я его брал вместе с еще охотами 30-ми, которые у меня уже на обзоре были примерно месяц назад. Вот руки дошли и до плей-модификации, наконец-то. Ну и, разумеется, конечно же, ребятки, пишите в комментариях, как вам внешка нашего сегодняшнего героя, а мы, разумеется... О, я ж уже все давным-давно поубирал. В общем, давайте-ка знакомиться с экстерьером нашего сегодняшнего героя. На лицевой стороне Infinix Hot 30 Play находится, конечно же, максимально мейнстримное отверстие под глазок фронтальной камеры, сверху по центру дисплея это не капля, а именно отверстие. Тут же у нас есть разговорный динамик, датчики, ну и довольно крупный, даже по современным меркам дисплей, с диагональю в 6,82 дюйма. Справа найдем качельку регулировки громкости и кнопку включения, кстати, со встроенным прямиком в нее сканером отпечатков пальцев. На левой же грани у нас есть слот. И, кстати, ребят, слот тут нормальный. Сюда можно поставить и сразу две. Наносим карты и карточку памяти. Сверху, кстати, ничего нет. На нижнем же торце у нас есть в прорези динамика громкоговорителя, также тут есть USB-C разъем, микрофон и разъем 3,5 мм для подключения наушников. Ну и на отдельной стороне этого девайса у нас находится, кстати, я бы сказал, максимально трендовое расположение глазков основной камеры, потому что сейчас такое встречается довольно много где. Так, у нас тут два сенсора и тут же есть вспышка, состоящая, кстати, из двух диодов. Ну и за пределами глазков, конечно же, логотип компании Infinix. Да-да-да, ребятушки, пишите в комментариях, как вам внешка нашего сегодняшнего героя. От себя могу добавить то, что, в принципе, он смотрится довольно интересно. Опять же, вот эти вот лучи в разные стороны, прям такие вот перекосы. Ну, интересно смотрится, то есть обыграли они его довольно-таки прикольно. Плюс еще тут и вторая вот эта текстурка. Сам по себе он такой немного матовый, то есть он не глянцевый, как может показаться на некоторых углах. А вот именно матовый, и плюс ко всему он неохотно собирает отпечатки пальцев. Но тут не шершарка эта поверхность. Так, чуть-чуть эмотировано, но это все, разумеется, у нас получается пластик. Пластиковые боковые грани, пластиковая задняя крышка. Ну, опять же, в этом ценовом диапазоне от 10 до 13 тысяч рублей. Искать что-то в металлическом корпусе, но это, конечно, та еще задача. Если что-то вы знаете, разумеется, пишите об этом в комментариях под этим роликом. Возьму, протестирую, посмотрим, сравним. Ну, а так, в принципе, довольно-таки симпатичный девайс для тех, кому нужен здоровенный смартфон. Потому что, повторюсь, 6,82 дюйма, это крупная машинка, это стоит, опять же, учитывать. Но для тех, кто зависает в социальных сетях, я думаю, наоборот, это должно быть плюсом. Ну, и плюс ко всему, опять же, его ценник, он недорогой, если что, его не так жалко. Ну, я ко всем смартфонам отношусь так вот трепетно. Не хочу, чтобы они там царапались, там дрались и так далее. Но, вроде как, все окей. Опять же, он у меня летал уже, успел, посмотрите. Но тут лишь задело, хотя тут, наверное, даже особо и не видно. Получается, чуть-чуть пленочку поцарапал и все. То есть, он бах-бах, вскользь из рук выпал, с высоты, я не знаю, полутора метров. И, ну, я тут ничего нигде не нашел. Может быть, что-то упустил. Собран, кстати, неплохо. Прям не придраться. Вообще, никаких моментов в этом ценовом диапазоне часто встречаются пластиковые погремушки. Тут же, ну, вот на излом, хоть как-то там, сейчас бы не доломать его, конечно, но... Не, все отлично. То есть, в принципе, придраться я не к внешке. Хотя это дело вкуса. Повторюсь, быть может, это кому-то вот такие переливы не по душе. Я думаю, там есть еще и другие раскраски. Но я люблю максимально яркие смартфоны. Вот вышел он в таком окрасе, все. Мне нужен максимальный девайс, который будет выделяться на фоне других устройств. Но я думаю, мои постоянные зрители не дадут мне соврать. Ну и раз все транспортировочные пленки уже благополучно покинули нашего сегодняшнего героя, давайте-ка сейчас запускаться. Проходить быстрые настройки мне не нужно, потому что я пользуюсь этим девайсом уже пару дней. Поэтому сейчас, в общем, запускается. И мы продолжаем ролик. Двигаемся далее, ребятушки, ребят. И у нас, собственно, как всегда на всех смартфонах от компании Infinix фирменная оболочка XOS. Итак, давайте-ка посмотрим, что у нас тут за версия. Информация о телефоне, мой девайс, Infinix, получается, XOS 12.6.0. На 13-м дроиде она у нас. Так, давайте-ка покрутим стрелки часов. 13-й видроид. Получается, максимально актуальная версия системы. Придеть ли 14-й, конечно же, под вопросом. Но не исключаю, потому что сейчас при старте мне опять прилетела обнова. Она мне прилетала буквально где-то неделю назад после распаковочки. И сейчас еще какая-то заплатка. Но все такие вот не супер капитальные. В районе 200 мегабайт. То есть, что-то делают, что-то исправляют, что-то добавляют. Есть, в общем, над чем поработать. Но это и хорошо. То, что производитель следит и исправляет какие-то недочеты. Вносит какие-то новые функции и так далее. Итак, фронталочка у нас тут на 8. Основная на 16 мегапикселей. 8 гигабайт оперативной памяти. Это максимальная версия данного устройства. И плюс еще предлагает нам расширить до 5 дополнительных гигабайт. Но, в принципе, можно этого не делать. Потому что эта память у нас берется из накопителя. Накопитель станет меньше. Если вы не используете карту памяти, быть может, будет для вас критично. А вот 8 гигов оперативы вам хватит точно за глаза для любых повседневных задач. Можете даже не переживать. Не стоит гнаться за этими 16 гигами на таком устройстве. Не нужно. Но, если хотите, можете поставить. Я, в принципе, ладно, как есть. Так, и оставлю. Ничего изменять не буду. Как предложил производитель. Итак, разрешение экрана 1640 на 720 точек. Диагональ, напомню, 6,82 дюйма. Это крупный дисплей. И поэтому, если прям сильно в него приглядываться с расстояния 10 сантиметров, то можно попробовать разглядеть пиксели. Это сложно. Я не знаю, почему многие так сильно переживают. Но в повседневной эксплуатации, вот я сейчас с ним походил, я не замечал никаких пикселей. Никаких вопросов, никаких проблем. Если же вы прям чувствительны к этому моменту, то лучше присмотреться к дисплеям с Full HD+, с разрешением и тому подобное. Может быть, даже 2K вам нужны дисплеи. Но эти аппараты будут разительно дороже по стоимости. Тот же, повторюсь, у нас HD+, дисплей. 90 Гц, что неплохо. И плюс ко всему, еще вполне себе ярко. Это самая матрица. А это важно для использования девайса на солнце, там, на улице. Вышли, вы сможете прочитать любой текст и так далее. Разумеется, какие-то фильмы, темные ролики вы смотреть не сможете. Ни на каком устройстве. Летом с солнцем спорить бесполезно. Но что-то разглядеть вы точно сможете. Текст однозначно. А минималочка у нас выглядит вот так. Готово. Что по скорости работы? Но я не скажу, что он прям какой-то супер-мега-самолет. Что он прям круто летает на флагманском уровне. Нет, такого нет. Но он работает вполне себе сносно. Не расторопно. Все, никаких проблем, багов, глюков. Прям таких, чтобы... Да нет, тут такого нет. В принципе, аппаратом можно вполне себе комфортно пользоваться. Сейчас стоит автоматическая частота. Но мы поставим 90 Гц. Потому что это необходимо для комфорта. Вот теперь, как по... Хотя, в принципе, он на автомате, наверное, интерфейсе и так выдавал 90 Гц. Теперь же прям точно это зафиксировано. И в большинстве поддерживаемых приложений будут эти самые 90 Гц. Есть игровой режим, из которым будем сейчас запускать все эти тесты. Ну, забегая наперед, я уже все это протестировал. Пять раз прогнал в Antutu и так далее. Поставил игры. Есть, конечно же, все Google сервисы. Бесконтактная оплата. Аппарат у нас сертифицирован компанией Google. Никаких проблем с этим абсолютно нет. Плюс ко всему, повторюсь, он из местного магазина. То есть переживать абсолютно не стоит. Что по оболочке, но ее мы разбирали досконально и тщательно много раз. Поэтому что-то добавить я даже, наверное, вам, ребятки, не смогу. Есть софт, который предустановлен непосредственно производителем из коробки. Его можно удалить там за пару щелчков и все. Но она не перегружена. Мусора и рекламы тут, ребятки, нет. Ладно, переходим к железной составляющей. Запускаем Antutu и смотрим, что же он нам покажет. Ну и в Antutu 10-й версии. Наш сегодняшний герой, кстати, тут используется восьмиядерный Helio G37. Набирает 175 121 очков. В принципе, опять же, как я говорил ранее, это не какая-то супер-мега-пушка в плане производительности. Производительность это больше мультимедиа-аппарат, который обеспечивает вполне себе адекватное, комфортное времяпрепровождение в социальных сетях, просмотр видосиков на ютубчике. В принципе, без потери кадров и артефактов, как было раньше на том же А22, G25. Иногда встречалось на G35. Думаю, владельцы меня полностью поддержат, вспомнят. Тут же на G37 немножко все это дело пофиксили, исправили. Немножко добавили общей производительности, примерно в районе 15% к G35. И вот теперь стало вполне себе адекватно для бюджетного девайса. Что касается игр, то, ребятки, как это предсказуемо, это какие-то не супер требовательные проекты по типу стендов, а на средние и максимальных настройках графики можно поколдовать с этой самой графикой и можно играть вполне себе адекватно и комфортно. Что касается более тяжелых, там PUBG New State, то ставим минимальные настройки графики и максимально доступный FPS. Конечно же, упора в 60 не будет, я думаю, что-то будет в районе 40 крутиться, плюс-минус, иногда просадки, там в зависимости от замесов, карты, ситуации и тому подобное. Но поиграть тоже можно. Но никаких прям супер-мега надежд возлагать не стоит. Эта машинка, повторюсь, больше для мультимедиа, плей, воспроизведения видосиков, опять же, социальной сети и тому подобное. Но если хотите, поиграть тут все-таки можно, без игр у нас не оставляет. И если хотите, ребятки, давайте-ка наберем под этим роликом полторы тысячи больших пальцев вверх и отправим Infinix Hot 30 Play на наш супер-мега-зубодробильный тест игр с FPS, нагревом и троттлингом. А сейчас посмотрим, как этот плей, плей-музыку послушаем нашего сегодняшнего героя. Итак, у нас тут, разумеется, нет стереодинамиков, один динамик громкоговорителя используется. Я, опять же, уже украдкой послушал его и могу сказать, что, ну, адекватно. Я ожидал каких-то там искажений при максимальной громкости, что, опять же, свойственно многим устройствам в этом ценовом диапазоне. Тут же всего этого нет, никакой вот этой мишуры, никаких потрескиваний, искажений и так далее. По громкости плюс-минус, средненький он, быть может, со знаком плюс. В общем, в плане звучания на свой прайс, может быть, чуточку лучше. То есть, опять же, прям сильно придраться я к нему не могу. Итак, давайте-ка перейдем в нашу переносную библиотеку YouTube. Напомню, с версия на 128 гигабайт накопителя, из которых пользователи изначально из коробки без всяких моих вот этих установок было доступно около 117 игов, что, в принципе, неплохо, плюс есть отдельный слот под карточку памяти. Ставил карты на 256 гигабайт, читает без проблем. Благо, опять же, на Алике они сейчас стоят не космических денег. Так, папочка теста, первый попавшийся трек. Что там, искать что-то интересное? Мы же все это уже 10 тысяч раз слушали. Громкость ставим на максимум. Play. Динамик, напомню, у нас здесь. Ну, в принципе, ребятки, я свое мнение уже высказал, можете просто послушать. Ну, а теперь, конечно же, камера. Итак, она у нас тут, фронталочка максимально трендовая, опять же, на 8 мегапикселей. В центре дисплея, сверху, опять же, у всех разные мнения по этому поводу. Многим нравится, когда она сбоку, когда в каплевидном вырезе, когда в центре и так далее. Ладно, говорить о вкусах не спорят. Основная камера получила главные сенсоры на 16 мегапикселей, а также вроде как вспомогательный на 2, там то ли портретник, то ли макро, так и до конца я не понял. Но, в любом случае, наверное, в 99% этих самых случаях мы будем пользоваться основной 16 мегапиксельной. И дальше, наверное, даже не заморачиваться. Главное, чтобы она снимала адекватно. Вот так, не супер круто, я от этого, ну, от аппарата этого не жду. Просто, чтобы он снимал хорошо. Так, есть режим HDR, управление вспышкой, соотношение сторон, дополнительные подэффекты, кому это нужно. И настройки, тут соотношение, опять же, сторон кадра, можно сетку поставить, местоположение, управление тачем, там можно сканер отпечатков пальцев поставить на управление, непосредственно кнопкой спуска затвора есть зум, двухкратный, и дальше погнали в восьмикратный зум, но зум, ребятушки, у нас получается только цифровой. Также есть вот такая вот вкладка классическая для инфиниксов, тут у нас находятся все еще дополнительные подэффекты, искусственный интеллект, панорама, замедленная съемка и видео. Но видео еще тут находится, давайте посмотрим, что у нас тут по видео, либо 720p HD, либо Full HD 30 кадров в секунду. Есть и система стабилизации, сейчас выйдем, проверим, посмотрим, как он снимает. Замедленная съемка присутствует, ну и дальше, опять же, красота, портрет, искусственный интеллект продолжается, у нас эти вот эффекты, которые, ну, не знаю, быть может, кому-то это интересно. Ладно, в общем, выходим на улицу, берем девайс и смотрим, как он снимает. Тест записи видеокамеры смартфона Infinix Hot 30 Play. Итак, запись у нас сейчас ведется в максимальном Full HD разрешении, 1920 на 1080 точек. И вот такую картинку, ребят, мы при этом получаем. Так, давайте обкатаем систему автоматической фокусировки на макро. Ага, есть. Уходим на горизонт. Так, давайте-ка еще раз макро. Ну и еще раз на горизонт. Так, что касается системы стабилизации, то, честно говоря, в настройках я пункта с ней не нашел, но не скажу, что картинка как-то прям трясется, как сумасшедшая. Опять же, сейчас идем обычным прогулочным шагом, и вы все видите на своих экранах, ребятки. Ну и вот так у нас снимает основная камера Infinix Hot 30 Play. Еще раз всем привет, дорогие друзья. Сейчас записи вот уже на переднюю камеру нашего сегодняшнего героя, и тут можно поснимать, ну, плюс-минус точно так же, как и на основную камеру. Это Full HD 30 кадров в секунду. Что касается системы стабилизации, то, честно говоря, опять же, по дисплею смартфона трудно все это дело оценивать. Вы видите конечный итог, и можете делать свои собственные выводы. Ну и вот так у нас снимает передняя камера Infinix Hot 30 Play. Ну что ж, мои дорогие друзья, на этой ноте мы, как всегда, будем закругляться. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить свой большой палец вверх, подписываемся на канал, прожимаем колокольчик, и чтобы не пропускать новые ролики на нашем канале. Также посещаем все наши социальные сети, наш YouTube, Routube, Яндекс.Дзен, группа ВКонтакте, и, конечно же, сообщества в Телеграм, где делаю посты с самыми крутыми скидками, которые только нахожу на просторах наших интернет-магазинов, так, разумеется, и на Алиэкспресс. Крайне полезная штука, ребята, если хотите действительно сэкономить, ссылочка на нашу Телегу будет в описании под этим роликом. Всем еще раз огромнейшее, ребята, спасибо за внимание и поддержку, в виде лайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, действительно годных гаджетов, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok